Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Сегодня я решил поговорить с вами о итогах сезона. Сезона 2011-2012 годов. Расскажем, что произошло в этот сезон, расскажем, что у нас сейчас есть на данный момент и что планируем. Что планируем мы и что планируют, скорее всего, европейцы и весь мир. Начну я, пожалуй, с зарубежного Counter-Strike Source. Ну, собственно, вообще в данной ситуации нужно уже говорить не просто о Counter-Strike Source, а вообще о ситуации, происходящей вокруг Counter-Strike, как дисциплины. Что у нас было прошлой осенью? Прошлой осенью, осенью 2011 года, CS 1.6 являлся основным шутером на мировых чемпионатах, на крупнейших мировых чемпионатах. Мы видели великолепные баталии между шведами, поляками, украинцами, даже под конец подключились россияне из Moscow 5. Но так случилось, что в начале 2012 года, как только закончился EEM, одна организация за другой, что организующие чемпионаты, что спонсирующие команды начали отказываться от своих составов и дисциплин на турнирах по 1.6. Это, конечно, повергло в шок всю комьюнити Counter-Strike 1.6 и начали думать, что будет дальше. А уже на этот момент существовала бета CS GO и все взоры как бы устремились на него. Что происходило с Source в этот момент? Source, как и в начале 2011, как и в конце 2010, в Европе жил парой крупных чемпионатов, которые проходят два раза в год. Это прежде всего Копенгаген Games, ну и iSeries можно тоже туда причислять. iSeries почаще, чем два раза в год, iSeries около четырех раз. И множество локальных турниров по всей Европе. Начиная от Португалии, заканчивая Финляндией. Которые во многих странах Европы проходили небольшие турниры по Counter-Strike Source. Чем 1.6, я думаю, не мог похвастаться в сезоне 2011-2012. И в итоге мы получили Европу, поделенную на два лагеря. Есть страны, в которых в большей степени развит Source. К ним можно сейчас причислить Францию, Данию, Великобританию и уже, наверное, Германию. А к странам, в которых гораздо сильнее 1.6 комьюнити, это Россия, Украина, Польша, Швеция. Ну и все. И множество стран, в которых примерно на одинаковом уровне находятся обе дисциплины. Такие как Португалия, Испания, Италия, Нидерланды. Хотя Нидерланды с Бельгией, наверное, все-таки тоже Source уже странными стали. В Норвегии равные по количеству комьюнити 1.6 и Source, оба маленькие. В Финляндии, я считаю, что благодаря организациям в Infact, все-таки 1.6 в Финляндии живет. Хотя крупнейший чемпионат Assembly проводится по Counter-Strike Source. Ну, в общем, кто бы ни говорил, что 1.6 мертв, он не мертв. Он просто, осмелюсь я так сказать, он поравнялся с Counter-Strike Source в своем статусе. Сняли с него статус мировой дисциплины. 1.6, как это ни прискорбно, популярен сейчас в основном только в Европе. В Северной Америке торжествует Source, в Австралии торжествует Source, в Азии CS Online, в Южной Америке тоже. Ну, в Южной Америке я точно не уверен, что происходит, но Target Down приезжали на Копенгаген Games. Это о чем-то договорит, что там есть организации, которые вкладывают деньги в Counter-Strike Source. Есть кому это смотреть, чтобы спонсорские деньги не пропадали зря. Так вот, по Counter-Strike Source в Европе также проводится уйма онлайн-чемпионатов. И я думаю, их гораздо больше, чем в дисциплине 1.6. Есть как минимум, за весь сезон прошло как минимум 4 очень крупных онлайн-чемпионата с нехилыми призовыми. Это, прежде всего, Kewa Series, вторжение Американской Лиги на территорию Европы, Game Shadow Battles, который до сих пор проходит. Потом пара чемпионатов от eSports Heaven, Buffalo, еще один, которого я не помню, который недавно проходил. Ну и, естественно, ESL Major Series. И это я перечислил чемпионаты, на которых могут участвовать все европейцы. Еще есть уйма чемпионатов локальных. То есть, тот же, даже SteelSeries Leach, которая происходит в Дании. EPS, французский EPS, немецкий EPS. Ну, правда, и в 1.6 тоже они есть, но мы сейчас о Source говорим. В общем, дисциплина наша с вами цветет и пахнет в данный момент. Но все идет к тому, что основные спонсоры и организаторы турниров устремляют свои взоры к CSGO, на который вначале многие ругались. Но постепенно, благодаря апдейтам Valve, CSGO стал довольно симпатичной игрой. И многие игроки, как из 1.6 сообщества, так и из Source, его признали. По крайней мере, бету. Прошел турнир лановый по CSGO в рамках Копенгаген Games, который не очень удался. Но после него серия онлайновых чемпионатов от ESL и вот сейчас еще и 4Players Leach показывают, что ажиотаж вокруг этой игры огромный. 606 команд зарегистрировалось на первый чемпионат от ESL по CSGO. 606 команд. Вы это себе представьте. Когда такие цифры были на одном из онлайновых чемпионатов по 1.6 или по Source, в котором нет ландфиналов, просто призы за железо. Ну, один плюс... Один фактор был небольшой на этом чемпионате от ESL, почему на него так много зарегистрировалось, что раздавали бета-ключи бесплатно. Но все равно, такая посещаемость удивляет. В общем, и на всем этом фоне у нас в России все происходило гораздо менее весело. Развалилась система отстрел.ру. Ушли многие игроки топовые. Целая прослойка, наверное, топовых игроков ушла насовсем. Это и Лимпер и его компания, это и Неф с Фрешегом и Зеем, которые сейчас поигрывают, но все-таки раньше они гораздо больше времени уделяли этой игре, и за ними было приятно смотреть. У нас произошла смена поколений. В конце 2011 года у нас существовала одна единственная команда. И вы не поверите, это были нижегородцы. Нижегородцы, которые на протяжении уже полутора лет вчетвером играют вместе. Меняют иногда пятого. Ну, в основном это у них Чу, бедный москвич. Заменяли на Сквиза, потом обратно на Чу. В итоге, в конце 2011 года у нас встает вопрос, нужно проводить все-таки сборную, как и в прошлый раз. И были разговоры о том, что, возможно, и не будет вообще сборной. И многие к этому склонялись, чтобы не позориться. Потому что никто не тренируется. Уровень игроков низкий. Играть негде в России. Но в итоге решили проводить. Никита очень хотел поиграть за сборную. Это было его первое выступление Никиты Фаби. И ТРК тоже подтянулся. Для него это тоже было первое выступление. Собственно, они и в начале 2012-го и взгрели интерес к нашей дисциплине. У тех, кто какое-то время в конце 2011-го уходил. У тех, кто только начинал играть на ФГЦЛ, она пофиге. Потянулся народ. На первый ФМР набралось еле-еле четыре команды. После первого ФМРа тут же прошла горилла с 16 командами. Тоже немного. Учитывая, что прошлое горилла привлекло 32 команды. И вихрь как ни старался. Он и онлайн-отборочный проводил в других городах. Все равно посещаемость была низковата. Но постепенно, благодаря ЕМСу российскому, на котором сохранилась интрига и МБК выиграли. Благодаря второму ФМРу, на котором сменился победитель на МБК. Третьему ФМРу, на котором впервые за историю ФМРа выиграли The Nation. И четвертому, на котором так и не удержалась ни одна из команд два раза победителями, вышли Хабса. Мы в итоге имеем шесть команд, которые реально тренируются стабильным составом. Хотят играть. У них есть менеджеры. У них есть какой-то подход к тренировкам. Многие из них смотрят собственные демки. И я их, собственно, перечислю. Это у нас The Nation. Во главе с Никитой и сыром МБК. Которые сейчас в аморфном состоянии находятся. КВО. Молодежь. Молодежь во главе с Плазом. Другом WorldEdit. Ксапса. Собственно, сам WorldEdit и Turbo. Старый HDS. Старая школа HDS. И два иногородних коллектива. Это WePlay. И Marivange. Вездесущая. Хочется немного заострить внимание на людях. Прежде всего, хотел бы сказать огромное спасибо менеджерам команд. И вообще людям, которые не играют, но нашу дисциплину поддерживают. Это прежде всего менеджеры команд. Огромное спасибо Монарху, который пришел к нам с 1.6 организаций в Source и вывел на новый уровень команду сорсерскую, что в любой момент она может уехать на Евролан. Причем 100%. Спасибо Дениске, который поддерживал МБК, взрастил в них желание играть. Собственно, я считаю, что в МБК вырос новый талант, которого в будущем можно будет сравнивать с Никитой Фабией. Это Ханатка. В The Nation вырастили Латра, который тоже в будущем не будет уступать Захару. В Never Ever, который тоже финансово поддерживает Ксапса. Достал им Клан Тек, знаменитый европейский. В КВО Макфлай, который отсматривает демки вместе с игроками сыгранных матчей. Всячески пытается поддерживать своих игроков. У WePlay и у Мэри Венша я не знаю менеджеров, но по-моему они и сами отлично справляются. Александра многие сравнивают по уровню знаний базы Counter-Strike Source с Никитой Фабией. У WePlay также ведется очень большая работа по поднятию скилла. Они много смотрят демок, они тренируют движения на пустых серверах и так далее. Не радует, что многие игроки сейчас находятся в миксовых составах, которые не тренируются, просто иногда из раза в раз меняя часто свои собственные составы. ездят на ланы. Толку от этого нет. Я даже хочу обратиться к одному нашему человеку, который очень сильно сейчас пропагандирует это миксовое движение. Прошу тебя, Лампорт, угомонись и сделай свою собственную команду или вступи в какую-нибудь другую. Тебе нужно годик поиграть в команде. И тогда ты добьешься всего, что хочешь. Потому что у человека есть реакция, у человека есть некий талант к этой игре. Но он его убивает, постоянно играя с людьми, которые забили на эту игру. Он их заставляет в нее играть. И думает, что привлекая старых звезд, он сможет научиться играть сам. Нет, этого не произойдет. А желание у человека есть огромное расти. Просто идет по неправильной дорожке сейчас. Меня очень расстраивает, что в Петербурге не может удержаться стабильный состав. Что не тренируются команды, не выступают на европейских онлайн-турнирах. Но во многом этому мешает то, что два хедлайнера питерской сцены, Вандер и Лизер, очень сильно сдружились с московскими сорсерами и выступают зачастую на онлайн-турнирах с москвичами. А собственную сцену не поддерживают. То есть огромная пропасть лежит между среднестатистическими игроками Петербурга и Вандером и Лизером, которых учил играть Сыр и Фаби. Еще тогда в Паперкэтс. Огромное спасибо директору, который позволяет мне на его площадке проводить турниры. Спасибо отстрелу, что несмотря на то, что он отошел от дела, он постоянно готов мне помочь советам. И многие проекты были с ним вместе сделаны. Собственно, ФМР вместе с ним создан. Вихрю за то, что он предоставил мне компьютер, я до сих пор на нем транслирую. Кри. Кри, хоть и неоднозначный очень человек, очень многим он не нравится, очень многим нравится, но он иногда делает титаническую работу по организации, по поиску спонсоров. Он тоже толкает наше сообщество вперед. В общем, тенденция отличная. Если посмотреть на начало 2011 года, была одна команда, то сейчас их шесть. И еще на подходе множество коллективов, которые если засядут месяца на два за тренировки, их тоже можно будет называть командами. И я не забываю о регионах. В регионах тоже есть масса людей, которые хотят играть и готовы играть. Стоит отметить команду КВО, в которой нет фактически ни одного старика. Есть Плас, которого тоже можно назвать игроком новой волны, его воспитывал WorldEdit. И четыре игрока, достаточно неизвестных. Разги вообще воспитан в ЮЮ, Лордик и Вронг это две звезды ФГЦЛа. Ну и собственно Али, который давным-давно уже играет за КВО, но на достаточно средненькому уровне. Стоит упомянуть WorldEdit, что он наконец-то влился в топовое сообщество Counter-Strike Source. Потому что еще полгода назад он был изгоем. Изгоем, который машнил со всеми, с кем только мог, кто не являлся его друзьями. А прошло полгода и он уже выступает в миксах вместе с ТРК по CSGO. Спокойно с ним играются миксы на CSGL и так далее. Пересмотрел он, видимо, свою политику отношений с другими игроками и это пошло ему, естественно, на пользу. Стоит рассказать немножко о ситуации, которая произошла после, по-моему, второго ФМРа, собственно, о формировании команды Ксапса. Это был еще один процесс разрушения аж трех коллективов. И из трех коллективов собрали лучших игроков и получилась команда Ксапса. К сожалению, мы лишились Team46, мы лишились Торнадо и во многом уход Сенза слабил Десфиш. Но постепенно команды возрождаются. Вот в КВО, в Лес Плас. Team46, к сожалению, те игроки не могут никак собраться. А именно я имею в виду Коса. Коса очень талантливого молодого игрока, который, к сожалению, растет не в том обществе, в котором надо было бы. Поиграем в... Поиграем там с Никитой, допустим, месяца два. И если бы они не расстались за эти два месяца, не перекикали друг друга, то из Коса бы вырос отличный клан-лидер. Он бы повел за собой команду. И, ну, естественно, сказывается еще молодой возраст этого игрока. Хочется упомянуть Лунатик Томатос, которые сейчас не играют, но которые вполне тоже могут являться... Могут при затраченных усилиях небольших, собственно, им нужно потренироваться пару недель. Их тоже можно будет называть командой. У них есть стабильный состав, который точки не хочет менять. И они готовы ездить на турниры, просто по стечению обстоятельств на последние ФМРы они не смогли приехать. Также хочется упомянуть то, что ГЛХФ начали проводить отличные чемпионаты в Кликнете. Без задержек, без каких-либо технических проблем долгих. И за это огромное спасибо Мефрилу, который старается, работает. Даже со свадьбы приезжает на турнир, если его подводят его коллеги. С чужой, естественно, свадьба, не со своей. Ну и... Как бы закруплиться надо о России. Есть у нас будущее. Есть множество молодых, талантливых игроков. Есть те, кто могут их научить играть. Это, прежде всего, два локомотива современной нашей дисциплины. Это ТРК, лидеры МБК и ФАБИ. Которые много готовы играть в эту игру. Которые готовы объяснять. Готовы учить. И есть прослойка средних команд. Ну, средних, не команд, а средних миксов. Которые в любой момент можно переформировать в команды. Что можно сказать о будущем? Сейчас, прежде всего, нужно ждать. Прежде всего, нужно ждать ситуации, которые сейчас варятся вокруг основной дисциплины на крупнейших мировых чемпионатах. Неизвестно, станет ли ей CSGO быстро. Возможно, ей станет Counter-Strike Source. Возможно, где-то точно будет возрождаться 1.6. Благодаря крупным сообществам и лидерам. Ну, если учесть, что у нас в России есть три команды, которые спокойно отправляют свои коллективы на европейские турниры. Virtus.pro, The Nation и Moscow 5. Вкладывают нехилые деньги в свои команды. И стремятся их продемонстрировать в Европе. Собственно, вокруг этих трех команд 1.6-сообщество сейчас и живет в России. Я не стану загадывать, что произойдет через месяц, через два. Я бы предложил всему Русорсу сейчас не разбегаться. Не разбегаться в CSGO. Не разбегаться в CSGO команды, объединенные с 1.6. Нам нужно держаться так, как мы это делали все годы. Вместе, в своих командах, со своим топом. Я буду делать обучающие статьи для молодых, кому тяжело вливаться быстро в игру нашу. Буду продолжать делать также стримы. И еще в моих планах есть, к сожалению, онлайновый турнир формата НПКЛ. И тут нужно дождаться 21 августа, когда выйдет CSGO. До 21 августа мы, скорее всего, проведем 5-й ФМР по CS Source в МГЦ. Опять же, на 8 команд. После 21 августа обязательно нужно будет провести на территории России, только для русских коллективов, чемпионат по CSGO онлайновый. Возможно, с финалом и полуфиналами на лане. Возможно, полностью онлайновый. Чтобы оценить, насколько русские коллективы, как 1.6, так и Source, хотят побыстрее увидеть объединение двух комьюнити. Если чемпионат пройдет удачно, то запустим серию НПКЛ в онлайне по CSGO. Если неудачно, то мы ее запускаем по Source. И то же самое с ФМРами. Если будет интерес к CSGO, мы будем проводить ФМРы по CSGO. Для этого нужно директору будет докупить еще две линейки i7. Пока что их там всего две. С четырьмя мы сможем спокойно проводить чемпионаты на четыре линейки. Ждем, в общем, ждем выхода CSGO, ждем новостей из Европы. Уже можно говорить, что американцы, скорее всего, примут CSGO, потому что была новость о 90-тысячном призовом фонде на новый сезон ESEA по CSGO и CSGO. Неизвестно, что будет твориться в Азии. Это тоже очень интересно, потому что азиаты проводят не один мировой чемпионат, ну, не один чемпионат, который может называться мировым. Если они перейдут на CSGO, это тоже будет очень серьезным шагом. Но, опять же, повторюсь, нам нужно ждать. Нам нужно ждать, усилять свои составы, поддерживать связи внутри комьюнити. И по результатам событий, произошедших в Европе и по всему миру, нужно массово десантироваться либо в Counter-Strike Source, как это сейчас у нас сделали на отборочных Ай-46, где 80 команд зарегистрировалось, и из них 17 это россияне. Летом! Летом! Вы помните, что было обычно летом любого года? Наша дисциплина умирала на лето. Никто не играл. Те, кто тренировались, их называли дураками. Я сам одно лето проиграл, в итоге никакого толка от этого не получил. Чемпионатов не было. Все миксовали, составы менялись после лета, а сейчас у нас есть 6 коллективов, которые не собираются менять свои составы в течение лета и собираются участвовать на чемпионатах. Очень хочется увидеть, как пройдет ассемблей в Финляндии 4-6 августа. Ай-46 в конце августа. Что будет с ЕСВЦ, который должен проходить осенью. Только что я узнал, что во Франции будет проходить в ноябре чемпионат по Counter-Strike Source. Не знаю, крупный или нет. Таким образом, мы и находимся на стадии смены эпохи. Либо Counter-Strike умрет совсем, либо мы будем иметь 3 дисциплины, живущие отдельно друг от друга. И это самый вероятный путь развития. Тогда мы будем развивать и CSGO, и CSS. Ну, конечно же, я упор буду делать на Counter-Strike Source, как и на нашу родную дисциплину. Либо одна из дисциплин, в этом варианте больше шансов CSGO стать такой дисциплиной, займет место CS 1.6 и CS Source, и, возможно, объединит оба комьюнити. И тогда мы увидим новый виток развития Counter-Strike, новый виток крупнейших чемпионатов, крупнейших баталий, уже не только с европейскими командами, но и с американскими, возможно, с азиатскими. Но загадывать сейчас нельзя. Нужно ждать, ребята, нужно ждать, нужно играть в то, что есть, участвовать на всех возможных европейских онлайн-турнирах. А я вам в этом помогу, поддержу всяческие новостями, стримами, турнирами, опять же. Возможно, мы увидим какие-нибудь шоу-матчи по CSGO между сильнейшими российскими Counter-Strike Source командами и теми, кто сейчас симпатизирует к CSGO в Европе. Возможностей уйма. Главное направить силы всего сообщества в одно направление и не распыляться. Не дай бог, у нас лучшие игроки уйдут в 1.6 команды по одному, и в итоге Source просто умрет. Умрет на пике своего расцвета, так сказать. Итоговым словом, можно сказать, что сезон удался, несмотря на то, что многие прочили смерть Source, мы его успешно возродили, и сейчас находимся на перепутье. Я на этом закругляюсь. Не считаю, что это моя заслуга, что Source возродился. Очень многие были двигателями этого возрождения, очень многие хотели, чтобы Source оставался как дисциплина в России. И всем удачи! Всем удачи в покорении Европы, и всем удачи в развитии собственных коллективов. Счастливо! Оставайтесь с нами!